Сотни протестующих жгут полицейские машины в американском городе Фергусон. Здесь вторые сутки продолжается противостояние возмущённых жителей, большинство из которых афроамериканцы, и стражи порядка. Накануне, по данным властей, были арестованы более 60 человек. Обнаружен один погибший. По приказу губернатора, в мятежный город с населением чуть более 20 тысяч человек направлены сотни солдат национальной гвардии. Протестующие требуют прекратить полицейский произвол. Народный гнев вызвал решение жюри присяжных не предъявлять обвинения белому полицейскому, который в августе застрелил в Фергусоне безоружного чернокожего подростка. 18-летний Майкл Браун был остановлен полицейским по подозрению в краже из магазина. Между ним и Дарреном Уилсоном завязалась словесная перепалка, после чего офицер погнался за убегавшим подростком. Уилсон выстрелил в него 12 раз. В интервью американскому каналу он рассказал, что опасался за свою жизнь. Присяжные решили, что он действовал в рамках должностных инструкций. Вердикт жюри вызвал волну протестов по всей Америке. В Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке тысячи человек вышли на демонстрации, обвиняя полицейских в расизме и безнаказанных убийствах чернокожих. Никто не просит, чтобы к нам было особое отношение. Мы всего лишь хотим, чтобы с нами всеми обращались одинаково. Почему-то полиция не убивает в таких количествах молодых белых мужчин. И если бы с нами обращались, как с остальными американцами, этой проблемы бы не было. Президент США Барак Обама признал, что возмущение граждан оправдано, но осудил насилие и призвал всех несогласных к мирным протестам.